Здравствуйте дорогие друзья, здесь Техноеннод и его команда. Сегодня хотелось бы вам предложить немножко прогуляться по территории музейно-мемориального комплекса «Прорыв блокады Ленинграда», который находится в Кировском районе Ленинградской области. В первую очередь, так как мы все-таки техноблок, хочется показать вам экспозицию танков Великой Отечественной войны, представленной на открытом воздухе. Все это боевые танки-ветераны, и каждый имеет свою историю участия в боевых действиях и появления в этой экспозиции. Про какие-то мы знаем больше, про какие-то меньше, но постараемся рассказать, что знаем, это на самом деле интересно. А в конце нашего рассказа дадим возможность вам заглянуть внутрь совсем недавно открывшегося музейного комплекса и посмотреть своими глазами панораму «Прорыв». А попасть туда довольно непросто, так как увидеть ее можно только в составе экскурсионных групп, а билеты очень быстро заканчиваются, место пользуется популярностью, и это хорошо. Итак, поехали. Но вначале немножко история. Вот эти места в Кировском районе примечательны тем, что именно в этих краях находится так называемый знаменитый Невский пятачок. Это плацдарм, который представляет из себя небольшой участок земли шириной 500 метров и в длину 2 километра. Согласно официальным данным, стал братской могилой для многих десятков тысяч человек. Некоторые историки, однако, утверждают, что реальные цифры несколько раз превышают официальное, которое мы сейчас знаем. В ходе военной кампании по освобождению осажденного города войскам Ленинградского фронта удалось в сентябре 1941 года переправиться на левый берег Невы и отвоевать вот этот самый плацдарм. Он стал отправной точкой последующих наступлений советских войск на Синявинские высоты. Проходившая по правому берегу реки железная дорога и небольшая ширина Невы в этом месте позволяли советскому командованию довольно оперативно присылать боеприпасы, формировать здесь войсковые силы. Но при этом расположение плацдарма в излучине реки позволяло неприятелю непрерывно и нещадно обстреливать и атаковать его со всех сторон. В таких трудных условиях Невский пятачок просуществовал около 12 месяцев. Согласно статистике, ежедневно защитники плацдарма отражали в среднем по 15 атак. Иногда уцелевших бойцов удавалось перебросить на правый берег для отдыха, им на Свину приходили свежие военные силы. Представить себе, что здесь происходило очень сложно, а забывать нельзя. Железные боевые машины и как раз напоминают нам о событиях страшной войны. Перейдем к экспозиции. Первая боевая машина, которая выделяется своим белым окрасом, танк КВ-1 Ленинградец. Танк был изготовлен на Кировском заводе в сентябре 41 года и в этом же месяце был передан 123-й танковой бригаде. Этот танк принимал участие в бою 30 ноября 41 года на Невском пятачке. В тот день наши танкисты, попав под плотный вражеский огонь, потеряли 19 танков КВ, в том числе и этот танк с бортовым номером 226. Зимой 41-42 года подбитые, но пригодные к восстановлению машины эвакуировали с плацдарма через Неву и отправляли в Ленинград на ремонт. Эвакуация производилась с помощью танкового тягача и тросов по льду. Немецкий наблюдатель, обнаружив это, передал сообщение артиллерии и в ходе артиллерийского налета лед вокруг танка был разбит и он утонул. 16 октября 2007 года 100-тонный плавучий кран поднял из Невы танк, лежащий на 15-метровой глубине башни вниз. Затем на специальной автомобильной платформе его доставили на Невский судостроительный завод для восстановления. У танка была сильно повреждена ходовая часть и следы этого ранения можно увидеть и сегодня. Изначально на танке частично сохранилась белая камуфляжная краска, в которую он был выкрашен перед боем 30 ноября 41 года. Реставраторами и работниками музея было принято решение оставить этот цвет и присвоить ему имя ленинградец. Еще один танк КВ-1 был поднят со дна Невы в апреле 2003 года. Затонул он 5 ноября 41 года при обстреле паромной переправы. Переправлялась машина на пароме, но начался обстрел и огонь был настолько сильным, что осколками перебил паромный трос, а у самого плацдарма снаряд попал в паром. Танк затонул, но надо отдать должное советскому танкостроению, после 60 лет проведенных на дне Невы ходовая танка была в исправном состоянии и на свое место в экспозиции танк проследовал своим ходом. Ну разумеется после работ по реставрации. Подняли танк с глубины 20 метров и это была очень сложная задача, так как общий вес танка с песком и грунтом составлял более 100 тонн. А вообще танк КВ-1, основной танк обороны Ленинграда, производился на кировском заводе и сразу с завода шел в бой. Клим Ворошилов, как он расшифровывается, мощный танк, передовой и конструкция для своего времени. Еще до принятия на вооружение опытный образец танка принимал участие в финской кампании, где показал превосходные результаты. Он совершил рейд по ближайшим тылам противника и вытучил на буксире подбитый Т-28. После боя на броне были обнаружены следы девяти попаданий бронебойных снарядов калибра 37 мм и ни одной пробойны. Разумеется, речь идет не о этом танке, представленном в экспозиции. Перейдем к следующей машине. Легкий танк сопровождения пехоты Т-26. В экспозицию танк был установлен в январе 2005 года, но до этого он представлял из себя просто душераздирающее зрелище. Поднят со дна Невы в районе неского пятачка в начале 90-х годов. В начале были вообще большие сомнения, что его вообще получится восстановить. Повреждения были критические, можно сказать остался остов и гусеницы. Но это удалось и маленький Т-26 занял свое место в экспозиции, а следы ранений и сейчас видны. Эта неказистая машина принимала участие в ожесточенных боях Второй мировой войны, но по своим боевым качествам танки Т-26 поздних выпусков были в состоянии противостоять некоторым немецким танкам. Трудно поверить, что такая неказистая машина принимала участие в ожесточенных боях Второй мировой войны, причем с обеих сторон. Со стороны противника, естественно, воевали трофейные машины. А в 1932 году на базе Т-26 был создан даже первый серийный огнеметный танк ОТ-26. Следующая очень интересная машина Т-38 плавающий танк. Осенью 1942 года возобновились бои на Невском пятачке. В ночь на 26 сентября 1942 года танки вновь направились на боевые позиции. Это были как раз те самые маленькие Т-38 из состава отдельного батальона легких танков. Десять танков спустились к воде, однако к левому берегу устремилось только семь. Один из них сломался, у двух других слетели гусеницы. Еще один по ходу дела наскочил на какой-то подводный предмет и затонул. Заметив переправу, противник открыл сильный артиллерийский и минометный огонь и уничтожил еще три машины. На левый берег вышло только три танка. В течение еще четырех ночей 16. К 6 октября из них уцелело только пять. Вот эта машина из экспозиции была поднята со дна Невы в феврале 2005 года и вполне вероятно была участником этой самооперации. В машине находился ящик ручных гранат с уже вставленными в них запалами и боекомплектом полных дисков к пулемету ДТ-16. По характеру повреждений можно предположить, что причиной затопления стал снаряд, попавший в башню погасательной. Можете сами убедиться, что эти танки действительно плавающие. Вот это кадры реконструкции боя в Кабоне, где машины были продемонстрированы в действии. Еще одна могучая машина – тяжелый танк КВ-1С. Танк КВ-1С является дальнейшим развитием КВ-1 образца 1941 года, решение о модернизации которого было принято на втором году войны. У высшего командного состава вообще сложилось негативное мнение о танке КВ. В частности, генерал-майор танковых войск Катуков на вопрос Иосифа Виссарионовича Сталина о танке КВ ответил, что они неповоротливы, медлительны и препятствия одолевают с трудом, ломают мосты и вообще приносят очень много хлопот. Но в опытных руках КВ продолжали быть грозным оружием. Мы все с вами знаем, что 19 августа 1941 года рота лейтенанта Зиновия Колобанова три танка КВ в боях по Красногвардейскому подбила за один день 42 немецких танка. Но вот такие танки прорывались к Ленинграду с большой земли в составе войск Волховского фронта. К сожалению, о истории данной конкретной машины узнать больше ничего не удалось. Колесно-гусеничный танк БТ-5. БТ в данном случае означает «быстроходный». Был поднят с дна Невы в районе Невского пятачка в июле 2007 года. Участвовал в боях в составе 118-го отдельного танкового батальона 45-й гвардейской дивизии. Уже при его подъеме специалисты отметили, что танк находится в неплохом состоянии. Идеально сохранилась даже каучуковая резина на колесах. Но вот внутри танк сильно пострадал, окислились все внутренности и рассыпались от прикосновения. Танк БТ-5 единственный участник операции «Искра». Это один из трех сохранившихся в мире танков БТ-5. Еще один находится в подмосковной Кубинке, а другой в Монголии установлен на вершине горы Баин Цаган как памятник. Танк БТ обладал превосходными ходовыми качествами и эти танки существенно отличались от своих собратьев тем, что, потеряв гусеницу, продолжали движение на колесах. Отдельное место на постаменте занимает легендарный Т-34. Вот данная конкретная машина не принимала участия в боях за Ленинград и, вероятно, была выпущена вообще после войны, но поставлен как символ победы. Возле постамента, кстати, растут две липы со следами осколков от артподготовки операции «Искра». Также в экспозиции музея имеются четыре современные боевые машины Т-62М, Т-55М, Т-80Б и Т-72, но это уже совершенно другая история. Музейный комплекс на самом деле можно назвать интересным и памятным местом. Можно своими руками прикоснуться к истории обороны Ленинграда и прорыву блокады немецко-фашистских оккупантов. Советуем и вам посетить и посмотреть все это своими глазами. А для тех, кто проголодается в ходе осмотра экспозиции, работает кафе, где можно отведать вкусной солдатской каши. Ну и не только. На этом команда техно-енота прощается с вами, но не переключайтесь, загляните вместе с нами внутрь панорамы, если это интересно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok